Вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 19 июля. В последние годы 15 века Иван III задумал великую перестройку башен и стен Кремля. Сооружение кремлевских укреплений началось с Тойницкой башни. Под башню вырыли тайник-колодец. В случае осады через него и подземный ход можно было снабжать Кремль водой. 19 июля 1485 года итальянский мастер Антон Фрезин заложил старейшую из башен московского Кремля Тойницкую. В конце 17 века над башней возвели шатер. В 1770 году башню снесли, так как в Кремле приступали к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового верха. По аналогии с башней был назван Тойницкий сад, располагающийся вдоль Кремлевской стены, выходящий к берегу Москва-реки. Здесь находилась Благовещенская церковь с житным двором, где хранились запасы хлеба для царского двора, а также храм святых Константина и Елены. Благовещенская церковь была разрушена в 1932 году, а на месте Константина и Ленинского храма, уничтоженного в 1928 году, до середины 1960-х годов устраивались детские новогодние елки. На высоком холме, ограничивающем территорию сада, до Октябрьской революции находился мемориальный комплекс сарю-освободителю Александру II, построенный на добровольные пожертвования русского народа в конце XIX века и разрушенный в 1918-1920 годах. В 1930-1933 годах башня реставрировалась, вновь была разобрана стрельница, засыпан колодец, а снаружи заложили проездные ворота. Сегодня Тайницкая башня старейшая из 20 башен Московского Кремля, центральная башня Южной стены Кремля. Ее высота – 38,4 метра. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.